Доброе утро, друзья! Сегодня 5 мая, с вами компания «Римсинт». Я напоминаю, что компания «Римсинт» с этапическими производительными техниками города Минограда. Пришло время лета, май месяц, пришло время новых разработок, испытаний. У нас в летний период запланировано несколько новых агрегатов, потихоньку будем вас с ними знакомить. На сегодняшний день у нас проект дисковой сеялки, самые дешевые дисковые сеялки. Небольшая экскурсия по секции и по сеялке. Несмотря на то, что наша задача сделать ее максимально дешевую, то есть дисковую УПС, на ней применены все правильные комплектующие, требуемые на сегодняшний день к посеву. Я конкретно имею ввиду спицевое колесо, через которое просыпается, будет просыпаться грунт, если он будет влажный. Диски стоят «Белота», вся резина тоже хорошего качества, производит ее компания «Захитпром». В принципе, все ее знают, все у нее покупают. Значит, будет стоять такой «Разгортач», вся секция цельно сваренная, специально разработанная в таком кондукторе. Значит, стоят втулки каленые на программном механизме, ну и соответственно для удешевления всего мероприятия стоит УПС-овский корпус. Значит, касается УПС-овского корпуса, значит, мы его тюнинганули, этот УПС-овский корпус, потому что, когда селка УПС, у нее камера разряжения, значит, заканчивается здесь, и зерно выпадает здесь прямо в полос, когда стоит полос. А в нашем же случае стоит диск, значит, мы его перефрезеровали, наши конструкторы там переделали конструкцию, технолог прописал программу соответственно, и мы теперь фрезеруем, что камера разряжения где-то заканчивается примерно в этом месте, и зерно падает напрямую вот этот семипровод. Семипроводы, они все одинаковые, что на А3, это, кстати, селки Джон Дир или Кинза, то есть в этой селке важна геометрия падения семени, чтобы оно там во время падения не создавало никаких интерполяций, скажем так, а просто падало, легонько касается семипровода, и четко ложилось в борозну. Значит, то, что касается высевающего аппарата УПС. Высевающий аппарат УПС с помощью сигнализации, в принципе, системы контроля высева семян можно отрепетировать, будет сеять там 95%. Качество посева будет, возможно, это отрегулировать, скажем так. Значит, на селке еще будет стоять, здесь что-то нет пока, будет стоять ТИТОН тоже обязательно. Ну и так, в принципе, по секции и все. Регулировка будет проводиться вот этим рычажком. То есть тоже все взято с селки УПС, то есть еще раз напомню, что селка делается прототип дисковой УПС, то есть для того, чтобы все комплектующие, любые там, в любом городе, в любом, в любой стране СНГ, можно было в любом магазине купить. То есть не нужно привязываться к Синтезу, еще к каким-то там другим брендам. То есть все продается в любом областном центре СНГ. Значит, еще по селке хотел сказать. Селка будет прицепная на двух колесах, будут опорно-приводные колеса. Автомат будет похожий, как у нас на СИЧИ. Значит, поднялась, выключилась, храповики развились, опустилась, храповики пошли в зацепление и селка включилась. Значит, туковые зерновые редуктора будут стоять, как у нас на селке УПС, очень похожи. Блочки, также туковые редукторы тоже будут стоять, селки УПС тоже, тоже все комплектующие будут подходить. Будут стоять банки туковые, селки УПС. Значит, она будет прицепная, будет снять вентилятор, здесь будет дышло. Ну, я все буду показывать по мере ее производства. Ну, за пару дней, я думаю, мы уже ее соберем, она уже все готова, вырезана. Уже все-таки все делают конструктора, рисуют, чертежи. Потом размещают все заказы у нас на производстве, всех по участкам. Токарка, лазер, гидки. И все уже произведено на нее, сейчас идет только сборка. То есть, на нее уже все готово. Там ноги лежат, еще какие-то деталюшки. Ну, короче, все на нее готово. Так что, такая вот селка. И скажу, что за этот месяц или полтора, или два, у нас есть три новых проекта, или четыре даже. Буду все показывать. Это и зерновые селки, и еще там один очень интересный агрегат. Все будем показывать вам. Не будем, скажем так, хранить все в тайне, потому что хотим от вас советов. Может быть, вы что посоветуете? Какие там мыжные агрегаты, может быть, какие-то там лист тайны. В каких-то узлах, которые мы можем сразу на вот таком вот уровне поменять. И изменить там какие-то узлы, детали и в целом. Так что, смотрим дальше. Так что, друзья, еще раз говорю, пишите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите, какие, может быть, у вас будут советы. Вы же как потребители лучше понимаете свои потребности. Как я и сказал, в этом месяце и в следующем месяце у нас тут несколько новых проектов. По зерновой селке, по сече будут много изменений. Ширины захвата будут разные. Концепция будет другая. Ну, это все. Всему свое время буду стараться показывать, освещать все события. Так что, всего хорошего. На связи звоните, пишите, пишите комментарии. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки обязательно. Так что, всего хорошего. Спасибо.